С подробным докладом выступил председатель арбитражного суда края Алексей Егоров. Он рассказал, что в 2018 году работники Фемиды рассмотрели около 50 тысяч дел. Глава региона отметил, что от качества работы судей напрямую зависит авторитет и деловая репутация края. Ведь задача исполнительной и судебной власти состоит в том, чтобы совместно обеспечить соблюдение закона во всех сферах жизни кубанцев. Решение и мое, и ваше, безусловно, можно отменить только вопрос в сроках и времени. А вот последствия, которые оно породило, порой изменить практически невозможно. Или возможно, но ценой огромных-огромных усилий. Это тоже должен помнить каждый. О последствиях, об эффекте, о чем я сказал, в нашей работе. Это, наверное, самое главное, что должна делать власть, любая власть, судебная, законодательная, исполнительная, добиваться результатов, видимых для жителей нашего региона. А в противном случае она не власть. Или изображает обязанности власти. Так оценивают люди. Простые люди, коллеги. Бизнес, в том числе, юридические лица. Вашу, нашу работу. Сегодня мы видим, Кубань растет, развивается, край идет вперед, меняется на глазах. И в этих условиях возрастает важность экономической безопасности и правопорядка, соблюдение конституционных прав граждан и законных интересов организации. Повышается значимость судебной работы. На арбитражный суд смотрят, как на беспристрастный гарант справедливости в сфере предпринимательства. Вениамин Кондратьев поблагодарил судей за поддержку в важнейших направлениях – градостроительной сфере, земельных и имущественных вопросах. Большая часть дел касается экономических споров, в том числе банкротства компаний. В первую очередь, этот процесс не путь для передела имущества, способ вывода предприятия из кризиса, отметил губернатор. Фиктивное банкротство, об этом говорят, и те работники предприятия, которые попадают в это фиктивное банкротство, первые говорят о том, что хорошо работающие предприятия, набирающие экономические темпы, вдруг становятся банкротами. Коллеги, вот каждый должен понимать, что институт банкротства – это институт выхода из экономической трудной ситуации. Но не способ передела наделенного. Как подчас у нас превращается этот институт банкротства в способ переделить. Вот здесь очень важно, чтобы суд стоял на страже, в том числе нормального работающего предприятия, и ни в коем случае не пособничал тем, кто на самом деле хочет рейдерски его захватить. Арбитражный суд Краснодарского края демонстрирует динамику улучшения основного показателя работы в части устойчивости судебных актов при их обжаловании. От числа рассмотренных судебных актов в 2018 году отменено-изменено 2,6%. Арбитражный суд края занимает пятое место в стране по уровню загруженности. В первую очередь этот показатель говорит о гражданской и экономической активности жителей Кубани. Нагрузка у вас одна из самых больших на вас. В стране около 130 дел в месяц. Друзья, если посмотреть с другой стороны, конечно, сложно, конечно, трудно, конечно, она огромная. Но с другой стороны, это показатель активности экономики региона. Значит, есть о чем спорить. Есть то, что является сегодня предметом активности бизнеса. А это хороший для нас показатель. Потому что экономика не просто живет, она развивается. Раз количество дела растет. Это экономический спор. Еще раз подчеркну, экономический спор. На итоговом совещании Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко вручили государственные награды. Медалью за выдающийся вклад в развитие Кубани первой степени губернатор отметил председателя арбитражного суда края Алексея Егорова. Спасибо. 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 Спасибо.